Товарищ начальник главного штаба, отряд юноармиица Алтайского края в количестве 100 человек присягу приняли. На плацу школьники, но присягу принимают самую настоящую, военную. Это первый на Алтае отряд юноармии, нового молодежного движения, учрежденного год назад Минобороны. Вслед за красным галстуком пионера теперь становится почетно носить знак с орлом. В ряду юноармии приняли лучших школьников, победители Олимпиады соревнований, чтобы с таким шервением подростки изучали историю России. Как минимум это гордость за себя и за страну свою, потому что ты служишь ради страны и должен проявлять как минимум патриотизм. В остальном АТР работает по старому расписанию. Весь день полторы тысячи участников из 27 стран мира занимаются на специальных лекциях и мастер-классах на четырех площадках. Предпринимательство, менеджмент, социальные технологии, творчество. Особое внимание к новинке этого года – секция для учителей. Там всего 30 участников, почти все с Алтая, но им уже есть о чем поговорить. Она рассчитана как на ловшество, нововведение в системе образования в фермерсийском, так и на систему развития личных качеств и самообразования общественного. Открыли девятый форум по традиции глава региона вместе с полпредом Сибирского округа Сергеем Минява. Кстати, последний подчеркнул, что в следующем году на АТРе появится еще одна новая площадка – Министерство обороны. Но пока в рамках девятого форума молодежь получит здесь бизнес-навыки в условиях здоровой конкуренции, основной упор на экономические тренинги, моделирование реальных ситуаций вплоть до создания собственной компании. Обладатель лучшего проекта получит шанс пройти стажировку за границей. Анастасия Дороган, информационный канал «Город».